Сегодня в России отмечается особенная дата. 78 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 872 дня жутких испытаний, голодом, холодом и постоянными бомбежками. О тех страшных временах не понаслышке знает жительница Перворайска Светлана Киба. Своими воспоминаниями она поделилась с нашими корреспондентами. Впереди нас ехали машины. Две машины перед нами пошли под лед. Хрупкий путь по Ладожскому озеру. Спасение от голодной смерти. Эвакуацию из блокадного Ленинграда Светлана Киба запомнила на всю жизнь. Тогда ей было почти три года. Еще больше в память врезались дни, проведенные в осажденном городе. Обстрелы были каждый день. Очень было жутко. Смотришь, дом многоэтажный, как спичечная коробка. Вот. Прямо так раз, как вроде его и не было. Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня. В течение всего этого периода, несмотря на нехватку продовольствия и постоянные обстрелы и бомбардировки, ленинградцы, проявляя героизм и стойкость, продолжали оказывать упорное сопротивление фашистским войскам. Это фотографии моих родителей. Это вот мама, старший брат. Ему было 10 лет, когда началась война. И отец был подводником. Погиб в 41-м году. Фотография родителей, сделанная перед войной, единственное, что осталось в память о них. Светлана Александровна родилась в Кронштадте в 1940 году. В конце 41-го судно, на котором служил ее отец, нашло на мину. Мать Анастасия, не зная об этом, продолжала ждать мужа и отказалась от эвакуации. Женщине с тремя детьми пришлось покинуть квартиру и обосноваться в подвале, чтобы спастись от бомбежек. Топили его мебелью, а помыться удавалось только летом. Однажды у матери украли продовольственные карточки, по которым семья получала хлеб. И из пищи осталась только вода. Играться мы игрушками уже не игрались, а ползали по полу, искали, где какая крупиночка, крошечка, может быть, где какая осталась. В полтора года у Светланы Александровны из-за голода отказали ноги. Тогда ее мать решила бежать из блокадного города. С трудом добравшись до пункта эвакуации, женщина с тремя детьми отправилась на Урал. Но даже в поезде семья не чувствовала себя в безопасности. Бомбежки были регулярными. Три раза мы выскакивали, а уже четвертый раз мы выскочили как-то близко, такой мостик был. И мы под мостик, это самое, ну очень много, с половиной людей оставалось убитых. Мы столько натерпелись такого страха, вот, пока мы ехали. Вернуться в Кронштадт семья так и не смогла. Морально тяжело. В 1946 году они переехали на Украину. Там Светлана Александровна прожила до 2014 года. Когда и на ее второй родине стало неспокойно, она, не раздумывая, уехала к дочери в Первоуральск. По данным, наконец, с 2021 года, кроме Светланы Киба, в Первоуральске проживают еще пять жителей блокадного Ленинграда. Города, ставшего символом человеческой стойкости. Елена Цивилева, Андрей Волков, Новости, Первоуральск.